Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, воскресенье, 5 февраля, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи о Господь, притчу сию, Человека два в недоста в церковь помолитесь, Един фарисей, а другий мытарь. Фарисей же став, ситься в себе, моляшуся, Боже, хвалу Тебе воздаю, Яку не смею, яку же прочие человецы, Хищницы, неправедницы, прелюбодеи, Или яку же сей мытарь. Пощуся два краты в субботу, Десятину даю, всего и ликость ажу. Мы так же издалече стоя, Не хотяши, не очи возвести на небо, Но бияши перси своя глаголя, Боже, милости буди мне грешнику. Глаголю вам, яку сниди сей оправдан В дом свой пачи он аго, Яку всяк возносяйся смириться, Смиряяй же себе, вознесеться. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, Что я не таков, как прочие люди, Грабители, обидчики, прелюбодеи, Или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, Не смел даже поднять глаз на небо, Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, Что сей пошел оправданным в дом свой Более, нежели тот, Ибо всякий, возвышающий сам себя, Унижен будет, А унижающий себя Возвысится. Евангелист Лука, дорогие братья и сестры, Передает нам рассказанную Христом притчу О мытаре и фарисее, Предваряя ее такими словами. Сказал же также к некоторым, Которые уверены были о себе, Что они праведны и уничижали других. Таким образом, открывая каждому читающему Евангелие, Кому обращена данная история, Которая могла иметь место в Иерусалимском храме. Набожные иудеи молились три раза в день. В девять часов утра, в полдень и в три часа дня. Считалось, что особую силу молитва имела в храме, И поэтому в эти часы многие приходили в храм помолиться. Пришли в храм среди прочих некий фарисей и мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, Даю десятую часть из всего, что приобретаю». Из данных слов фарисея мы можем увидеть, Что, собственно, он приходил молиться не Богу, Он молился сам себе. Молитва всегда обращена к Богу, и только к Богу. Но фактически фарисей пришел в храм не молиться, А сообщать Богу, каким благородным он является. По иудейскому закону был лишь один обязательный пост, В день очищения, То есть в десятый день седьмого месяца года. Но некоторые, стремясь добиться особых заслуг перед Богом, Постились также по понедельникам и четвергам. Стоит отметить, что это были рыночные дни, Когда в Иерусалим приходило много народа из деревни. Постившиеся выходили на улицы с бледными лицами И печальным выражением лица, И были одеты небрежно, И поэтому в эти дни наибольшее число людей Могло заметить их набожность. Что же касается десятины, Которую упоминает фарисей в молитве, То, как известно, все иудеи должны были приносить Десятую часть от своих доходов левитам, Как указывалось в 18 главе книги чисел И в 14 главе второзакония. Но фарисеи демонстративно платили десятину Даже с тех продуктов, Которые не были указаны по закону Или даже были исключены из него. Помимо фарисея в храм вошел мытарь, Сборщик налогов, И, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, В притче, примером мытаря и фарисея, Господь научает нас, С каким расположением духа Нужно молиться нам в церкви Или где бы то ни было. Послушаем, как молился фарисей и как мытарь, Кто из них угодил Богу своей молитвою, И кто нет. Чем угодил один, И чем не угодил другой, Чтобы и нам научиться всегда молиться Богу угодно, а не в осуждение. Действительно, молиться нужно со смиренным сердцем. Как заметил один богослов, Врата небесные столь низки, Что войти в них можно только на коленях. Только сердечное сокрушение Позволяет человеку быть услышанным Богом. Также стоит отметить, Что презрение к своим собратьям И высокое самомнение Обрекает нашу молитву на осуждение. Как заметил в одной из своих проповедей Архимандрит Иоанн Кристианкин, Чтобы освободиться от греха самомнения, Следует сопоставлять свою жизнь Не с себе подобными, Но с достигшими совершенства. Многие подобострастные нам люди Победили в себе грех, Искоренили все греховные страсти, Уготовили себя в жилище Святому Духу. Так попытаемся сравнить их Чистую добродетельную жизнь со своей. Применяя эту притчу к себе И заглядывая в глубину своей души, Мы должны сознаться, Что нередко бываем такими же фарисеями, О каких говорил Христос. Лишись мы повседневного комфорта Или коснись нас несчастья, Как мы начинаем роптать. За что Бог наказывает меня? Ведь у меня нет таких грехов, За которые я заслуживал бы такого наказания. Я не убийца, не грабитель, не вор. Я посещаю храм Божий почти каждое воскресенье И во все большие праздники, Соблюдая все таинства и обряды, Подаю милостыню нищим. Я не таков, как прочие люди. За что же ты караешь меня так, Господи? Говорящий или думающий так? Разве не тот же самооправдывающийся Или самовозвышающийся фарисей, О котором говорил Христос в своей притче? Постараемся же, дорогие братья и сестры, И в горе и в радости Молиться со смирением. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Неси, Господи. Благослови, Душа моя, 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 Господи.